Встречают по одежке, опровожают по уму. Старая истина, но неопровержимая. Эту самую одежку шьет человек, для которого профессия портной – часть его жизни. Умельцы со всей республики сражались за победу в Республиканской Олимпиаде профессионального мастерства портной, которая прошла в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Эта профессия имеет древнюю историю и во все времена считалась весьма почетной. Ведь от таланта и вкуса портных зависел внешний вид как простых горожан, так и самых высокопоставленных особ. На сегодня, чтобы быть успешным в общественной и личной жизни, необходимо стремиться создать свой неповторимый образ. Внешний облик во многом определяется фасоном и качеством одежды. Этому искусство обучают в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Здесь студенты после 9 и 11 классов учатся вышивать, конструировать и шить. Учащиеся у нас востребованы, выпускники нашего учебного заведения. Мы их очень хорошо и трудоустраиваем. Они пользуются спросом на рынке труда в настоящее время. Пять лучших студенток из разных профессиональных учреждений республики боролись сегодня за звание победительницы. Последнее испытание – шить модную летнюю тунику. Я учусь в техникуме на втором курсе по профессии портной. После окончания учебы я хочу работать по этой же профессии. Я сегодня участвую в Олимпиаде и хочу занять первое место. Сегодня более 800 студентов обучаются здесь не только портному делу, но и строительному. Еще здесь готовят будущих специалистов сельского хозяйства, экономистов и бухгалтеров. Мы располагаем неплохими учебными мастерскими, лабораториями для организации учебных практик. Для организации производственных практик, преддипломных практик мы используем материально-техническую базу наших социальных партнеров. На сегодняшний день мы имеем договора более чем с 40 предприятиями Чувашской республики различных отраслей экономики. Также ученики техникума уже более 10 лет имеют возможность проходить практику в Германии ежегодно. По итогам стажировки студенты получают сертификаты, которые дают им право работать в Европе. Это, несомненно, открывает для них большие перспективы. Ксения Кравчук, Александр Петров, Республика.